Всем привет, друзья! Вы на канале Web Developer Blog. Не забывайте подписаться на канал, а также поставить лайк этому видео. Мы продолжаем профессиональную верстку сайта и в данном видеокурсе мы дорестаем данный макет. В этом видео мы сделаем футер нашего сайта. Он выглядит таким образом. Здесь ничего сложного. В принципе, эти ссылки мы расставим. Сделаем инпут с картинкой. В принципе, я все покажу, как это сделать максимально быстрым способом и максимально легким. А спонсором данного курса уроков является европейский хостинг Fornex. Это отличный, недорогой и быстрый хостинг с бесплатным SSL-сертификатом. Также есть доступные тарифы на VPS и выделенные серверы. Вам бесплатно помогут перенести и настроить ваши проекты. Есть базовое бесплатное администрирование. Переходите по ссылке в описании и закажите хостинг на Fornex сейчас. Получите скидку на услуги хостинга по промокоду BLOCK10X. Что ж, давайте перейдем к верстке сайта. Откроем Visual Studio Code. Здесь мы после тега main вставляем тег footer. Далее внутри данного тега footer у нас будет класс wrapper. Соответственно, внутри данного блока с классом wrapper у нас будет первый блок. Назовем его footer-блок. Footer-блок — это у нас будет данный блок. Там, где будет у нас название как бы логотип и будет input. Соответственно, давайте это все пропишем. Первый — это у нас будет блок footer-лога. Внутри него мы вставляем два заголовка третьего уровня. Первый так и прописываем LuxEstate. А во втором — заголовок третьего уровня. Тут мы прописываем Explore LuxEstate. Соответственно, сделали как на макете. На данном этапе мы получили данные заголовки и перейдем дальше к input. Обратите внимание, что после закрытия данного блока footer-лога мы переходим к следующему блоку — это footer-search. Внутри данного блока у нас будет input, type, текст. И в placeholder мы здесь сразу запишем subscribe. Соответственно, на данном этапе у нас получилась вот такая картина. После этого давайте закончим с html. Переходим после footer-блока. Обратите внимание, мы его закрыли. И далее внутри блока в wrapper. Вот он у нас. Но после блока footer-блок мы создаем еще один блок. Назовем его footer-links. Внутри данного блока footer-links у нас будет также сначала логотип footer-links-лога. Для него мы пропишем заголовок четвертого уровня. Здесь также название компании — LuxEstate. Далее после закрытия footer-links-лога. Всегда обращайте внимание на закрытие тегов. Мы сделаем блок с классом footer-link, внутри которого у нас будут ссылки. Соответственно, сначала у нас будет параграф, где у нас будет название блока. Здесь мы сделали логотип. А также нужно добавить еще одну эту линию. После блока footer-блок здесь мы ставим hr. На данном этапе мы получили эту линию. Далее footer-link. Здесь будет параграф. LuxEstate. И далее будут ссылки. Ссылки у нас не будут никуда везти. Соответственно, вот эти ссылки. И пропишем agents. Скопируем ссылку и вставим во втором случае это будут hunters. Вот что мы получили. Далее этих ссылок у нас раз, два, три, четыре. Три штуки. И давайте скопируем блок footer-link. Вставим еще три раза. Два, три и четыре. Соответственно, вот что у нас на данном этапе есть. И в принципе с HTML-структурой мы завершили полностью. Теперь мы можем перейти со спокойной душой к CSS. Давайте форматируем, что у нас здесь есть, чтобы все выглядело симпатично. И сохраним. Далее перейдем в style.css. И перед медиа-запросами, соответственно, здесь мы пишем код для footer. Tag footer, соответственно, он у нас имеет такой вот цвет бэкграунда. Можем его скопировать сразу. И пропишем здесь бэкграунд. И вставим. Все у нас поменялось. Далее нужно поменять цвет текста. Изменяем color. Ставим white. Цвет текста поменялся. Далее нам нужно добавить padding top 50 пикселей. И также padding bottom. Здесь будет 80 пикселей. Как видите, вот эти отступы у нас. Их мы сделали. Перейдем дальше. Посмотрим для начала, как это все отобразилось. Далее перейдем к блоку footer block. Этот блок, соответственно, у нас содержит верхнюю часть нашего footer. И здесь мы, конечно же, поставим display flex. На данном этапе все стало на свои места практически. И также добавим justify content со значением space between. После этого наш input и наши заголовки третьего уровня разойдутся по разным краям. Далее footer block. Изменим заголовок третьего уровня. И поставим здесь font size со значением 40 пикселей. После этого перейдем к input. Для того, чтобы стилизовать данный input, мы введем класс, в котором наш данный input находится. Он называется footer input. А далее используем input в квадратных скобках. Обратите внимание, прописываем type text. И внутри данного блока мы уже стилизуем. Ширина у нашего input будет 442 пикселя. Высота 70. Далее цвет текста. В нашем input он будет вот таким. 919EB1. После этого нам нужно добавить padding left 27 пикселей. Извиняюсь, здесь я назвал не footer input, а footer search. Соответственно, поэтому мы не видели никаких изменений. Далее у нас font size. У нас будет 15 пикселей. Далее нам нужно поставить background image. Это у нас будет данная стрелочка. Вы можете ее найти где-нибудь в гугле. Размеры данной стрелочки. Ширина 30 пикселей. Высота 13 пикселей. Вы можете ее либо обрезать, либо саму на CSS даже создать, если кто умеет. Либо сделать же без нее. Как будет кому быстрее. И далее в папке img у нас будет называться данное изображение arrow. Соответственно, далее нам нужно сделать background repeat со значением no repeat. И далее ее нужно поставить на свои места. Это background position со значением 94%. И в данном случае все у нас становится на свои места. И на данном этапе мы уже сделали половину нашего footer. Перейдем дальше. Дальше у нас стилизация нашей линии HR. Так как она одна, мы можем стилизовать просто полностью тег. И изменим opacity. Поставим значение 0.3. Она сразу у нас поменяет свой цвет, как на макете. Можем тебе, в принципе, сделать и другим цветом. Далее margin top у нас 47 пикселей. И margin bottom 70 пикселей. Все стало на свои места. Далее идет интересная работа с flexbox в блоке footer links. Здесь мы, конечно же, ставим сразу display flex. И наши все ссылки становятся на свои места. Далее мы делаем justify content со значением space between. Они у нас расходятся по равной ширине. Далее делаем блоку padding right. У нас тут 90 пикселей. Для того, чтобы, как на макете, у нас был отступ справа. Вот он у нас, соответственно. Перейдем дальше. Дальше мы стилизуем блок footer link. Также ставим здесь display flex. Но ставим значение flex direction со значением column. Для того, чтобы они все встали в одну колонку. Далее стилизуем блок footer links logo. Здесь у нас будет font size 25 пикселей. И margin right со значением 26%. И все сдвинулось, как у нас и должно быть на макете. Соответственно, переходим дальше. Следующим мы будем стилизовать блок footer link параграфы. И в нем будет текст transform со значением uppercase. Это у нас данные параграфы. И для того, чтобы они у нас были всегда капсом, чтобы вы не написали, соответственно, нужно сделать текст transform. Далее здесь, конечно же, нужно поменять font size со значением 13 пикселей. Далее поменяем цвет. Цвет здесь такой же, как и у цвета у input. Соответственно, мы его копируем и вставляем сюда. И далее последнее, что нам остается, это сделать margin bottom со значением 35 пикселей. Только не right, а margin bottom. Соответственно, все стало на свои места. И далее нам нужно стилизовать footer link ссылки. Здесь у нас ставим цвет белый. Для того, чтобы они у нас были, соответственно, белого цвета. Далее мы убираем текст decoration со значением non ставим, чтобы убрать нижнее подчеркивание. Следующим шагом у нас будет font size со значением 13 пикселей. И также margin bottom со значением 20 пикселей. Какие изменения у нас есть? И давайте выставим по макету. Здесь у нас во втором блоке 4 ссылки. То есть мы их скопируем и вставим еще раз, чтобы оно выглядело как по макету. А в последнем у нас их 3. Соответственно, то, что мы получили на данном этапе, это полноценный footer, как по нашему макету. После этого давайте сделаем для экрана смартфона также. Единственное, что добавим, это хавер эффект еще нашим ссылкам. И здесь будем менять opacity на значение 0.4, допустим. И теперь при наведении на наши ссылки, соответственно, они будут менять свою прозрачность. Ну что ж, перейдем к медиазапросам. Листаем самый низ. И здесь у нас, в принципе, не будет много изменений. Блоку footer block мы ставим flex direction со значением column. В таком случае наш логотип и наш input встали в одну колонку. Следующее изменение это footer logo, заголовок третьего уровня. Изменяем font size, ставим 25 пикселей. И также ставим text line со значением center. Следующим мы будем стилизовать наш input. И здесь мы, конечно же, будем стилизовать. Ставим input type text. Ставим ширину данного блока 80%. Высоту поставим 50 пикселей. И margin top изменим на 15 пикселей. На данном этапе здесь надо поставить равно, поэтому не работало. И на данном этапе мы изменили наш input. После этого нам нужно стилизовать данный блок footer search. И поставить ему display flex. И, соответственно, здесь justify content со значением center. Так мы центрировали данный input. Далее у нас идет HR, но мы его трогать не будем. А перейдем к блоку footer links, где мы сделаем одно значение, flex wrap, со значением поставим wrap. И в таком случае у нас наши блоки переместятся по следующей линии автоматически. Далее нам нужно сделать отступы. Сделаем margin left со значением 5%. И также margin right тоже сделаем 5%. Соответственно, вот что у нас получилось. И нам нужно сделать еще одно изменение. Точнее, мы можем сделать его быстрее и проще. Это поменять padding. Потому что мы ставили padding в блоке footer links. И здесь у нас padding right 90 пикселей, соответственно, как и здесь. И так у нас все становится на свои места. И благодаря flexbox у нас распределяется равномерное пространство между нашими блоками. Соответственно, таким образом мы сделали данную страницу. Она у вас должна получиться ровно точно такой же. Если что-то не получилось, пишите об этом в комментарии. Я постараюсь на все вам ответить. А в следующем видео мы загрузим данный сайт на хостинг. Вы посмотрите, как это все делается. До новых встреч. Всем огромной-огромной удачи. И пока.